Автосреда Автоход от компании Лось Ну, в общем, вот он Знакомьтесь Сегодня мы проводим первый выезд и первые испытания плавающего снегоболотохода У нас директор компании Анатолий Викторович И отец-основатель, главный конструктор вот этого детища Анатолий Викторович, скажите, пожалуйста Как вообще получилось создать вот такой вот замечательный снегоболотоход? Кто был инициатором и с чего все начиналось? Создание такого автомобиля предшествовала определенная работа Николай Михайлович имеет большой опыт конструирования спортивных автомобилей Поэтому у нас есть уже спортивные баги, баги для военных, баги болотоход И была уже такая у нас переходная модель Где мы испытали бортовые редуктора на автомобиле Нива Хаски То есть когда мы в Ниву внедрили бортовой редуктор с коэффициентом 2 Который позволили поставить шины 1000 на 400 шириной Данный автомобиль сегодня уже год откатал у нас В Татарин в Альметьевском районе имеет положительные результаты Но вес той машины у нас получился тонна 420 И задача стояла сделать автомобиль более легкий Более подвижный, с работающей подвеской Для этого Николай Михайлович и Игорь Давай используем то, что уже имеется на работе по ходовой И сделаем каркасно-модульный автомобиль Единственное, в чем можно сказать у нас в процессе работы Были споры какие Я пытался автомобиль сделать более комфортабельным Чтобы был отопитель, лобовые стекла, двери, мастика А Михайлович говорит, вес, вес и вес В конечном итоге, в течение года работали над этим автомобилем Конечно, было много споров, где, чего и как делать Но тем не менее, получился первый автомобиль Конечно, если сегодня делали бы мы точно такой автомобиль Второй, третий или четвертый Как и во всем автомобилестроении Конечно бы качество и условия эксплуатации автомобиля Были бы более лучшие, более комфортабельные, более надежные Но тем не менее, сегодня этот автомобиль При езде по бездорожью, по снегу Имеет хорошие ходовые качества С учетом того, что в этом автомобиле независимая подвеска всех колес Имеются бортовые редуктора с коэффициентом 2 Передняя подвеска рычажная на верхних и нижних треугольных рычагах Задняя подвеска трехрычажный продольный рычаг И две штанги, верхние и нижние штанги Которые позволяют автомобилю преодолевать неровности И минимальное зависание автомобиля при передвижении по неровному поверхности Анатолий Викторович, скажите, пожалуйста Вот предыдущая модель, которая была нами протестирована Это 4х4 На базе автомобиля 4х4 Модель называлась Хаски Но она, к сожалению, не плавала Хотя она была тоже на машинах низкого давления Скажите, почему вот эта модель Была больше направлена в сторону прохождения Сложной поверхности и способности плавать? Ну почему? Потому что задача стояла уже не только Иметь повышенные свойства автомобиля, как Нива Хаски Но этот автомобиль, который может двигаться более лучше По сыпучим грунтам, по болотнистым местностям, по снегу Но если мы возьмем размеры шин То на Ниве Хаски шины 1000 на 400 То у нас здесь шины имеют 1150 на 600 То есть колесо само уже больше получается Годоизмещение больше Пятно контакта больше Нагрузка на почву меньше А если возьмем вес автомобиля Нива получилась 1425, да? А это тонна 325 То есть вроде бы машина больше А на целых 100 килограмм машина получилась легче Поэтому имея такое соотношение Имеем вот такой результат Ноу-хау этого снегоболтохода Плавающего, еще раз напомню В том, что у него имеется грузовое отделение Сейчас мы поместимся внутрь И, собственно говоря, прочувствуем на собственном опыте Все плюсы и минусы Антон Викторович, расскажите, пожалуйста В чем преимущество именно вот такого грузового отсека Для снегоболтохода? Ну, сегодня те снегоболтоходы, которые имеются Они есть в разной комплектации Если возьмем Ниву обычную То это салон 4-5 человек и маленький багажник А если когда едет на охоту Рюкзаки, палатки, виш-мешки, краб охотничий Вплоть до того, что дрова с собой надо взять То в этом автомобиле можно вот так вот хорошо разместиться Вот мы сейчас двое сидим здесь комфортно Можно нас где-то куда-то довезти, высадить Здесь имеется, можно сказать, багажник В который можно наложить много вещей С учетом того, что заднее расположение двигателя Идет подогрев от вентилятора Элементарно можно сделать здесь тент Сверху поставить тент И получается уже у нас закрытый, теплый такой бокс Где можно, как сказать, погреться, отогреться В кого-то спасательных мероприятиях провести То есть можно человека положить, вывести Зоны бедствия из леса и так далее и тому подобное То есть функции этого автомобиля, они такие, можно сказать, расширенные То, что нет в автомобиле, обычно Скажите, пожалуйста, за счет вот этого грузового отсека Получается у охотников есть большое преимущество Производить выстрелы непосредственно из грузового отсека А для рыбаков, если это действительно плавающий экс-болтоход Они могут рыбачить непосредственно из грузового отсека Ну, если говорить прямо и честно То стрелять с автомобиля на коду нельзя Но если в автомобиле использовать именно как место для отстоя и стрельбы В стоящем автомобиле, то это даже очень хорошо То можно встать, круговой обзор на 360 градусов Стоишь уже выше от земли, как бы на площадке, где стрельбы Ну, а для рыбаков это уже не применимая вещь Ездить можно по полутистам местам, по речкам И не бояться, что тонешь У вашего главного конструктора есть разработка, где здесь Имеется непосредственно принципальное место За счет тепла, который идет от двигателя, можно как бы здесь переночевать Да, я уже ранее говорил, если на этот автомобиль сделать Даже накинуть просто плащ в палатку сверху То уже будет спальное место, где можно отдохнуть и поспать Ну, а под заказ можно делать петент выше И открывающийся, закрывающийся с окнами, без окна Фантазия безгранична И возможности тоже Скажите, пожалуйста, вот за счет небольших габаритов Этот снегоболотоход можно хранить в зимнее время Ну, и в любое время в стандартном гараже Чем не может похвастаться более большие и массивные снегоболотоходы? Да, мы старались сделать автомобиль Потому что когда делаешь большой болотоход, проблема У меня товарищ тоже хотел купить болотоход А потом пришел, его замерил Так, гараж переделывать, ворота переделывать надо То этот автомобиль практически можно отогнать в обычные ворота Потому что высота автомобиля не больше двух метров Ширина не больше двух метров 400 И длина четыре с половиной метра То есть получился такой компактный автомобиль Который можно ездить в лесу по бездорожью, по просекам Спасибо, давайте теперь посмотрим, как у вас устроена подвеска Анатолий Викторович, расскажите, пожалуйста, о конструкции подвески Чем она особенная и чем она отличается от вашей предыдущей Нивы Хаски Подвеска отличается тем, что здесь уже стоят треугольные рычаги Верхний и нижний, которые есть независимая подвеска На Нивы Хаски стоит обычная подвеска, Нивовская Она меньше ход подвески и вес подвески больше Если мы возьмем Нивовскую подвеску Возьмем подвеску УАЗовскую То она намного тяжелее, чем та подвеска, которая здесь Единственное, что у нас самая тяжелая часть, это бортовой редуктор Тем не менее, если его посмотреть, он имеет очень мало места И помещается в поворотном кулаке в стандартном Нивовске Остальное, как мы видим, здесь трубы специальные Свой амортизатор, который позволяет подвеске беспрепятственно преодолевать большие углы наклона и подъема в том числе Анатолий Викторович, у нас получается вот сейчас это водительское место, оно расположено по центру В чем преимущество вот именно такого расположения и почему вы именно пришли именно к трем сиденьям, ни к четырем, ни к классическим? Ну, это пошло еще с той серии, которую раньше Николай Михайлович сделал, это баги Баги трехместные мы делали, баги для военных трехместные И поэтому компоновка как-то она уже традиционно так сложилась Это раз Во-вторых, удобно, когда водитель сидит посредине и можно пассажир выйти направо и пассажир выйти налево То есть это дает определенное преимущество и плюс компоновку, почему? Потому что мы если представим сейчас в ряд будет сидеть два, вот я человек, а то сегодня я сижу, можно сказать, на раздат То есть такая компоновка позволяет минимизировать размеры автомобиля и в том числе чувствовать себя комфортно Скажите, какие части здесь были заимствованы от других автомобилей и как вы, допустим, сделали его комфортным? Я смотрю, имеется даже регулировка рулевой колонки по высоте Кронштейн руля и рулевая колонка у нас задействована от Chevy Niva, которая позволяет руль подниматься вверх-вниз по необходимости Панель приборов тоже у нас задействована от Niva Приборная доска у нас применена здесь штатная от Niva 214, почему? Потому что и пучки проводов, все коммуникации, они идут родные от двигателя 21214, который устанавливается сегодня у нас Панели приборов, все тоже штатное, бензин, температура, пробег суточный, температура за бортом, скорость, тахометр Все, что штатно необходимо, все контрольные приборы, лампочки присутствуют, как у штатного автомобиля На автомобиле установлена масса для хранения автомобиля в долгих условиях То есть мы включаем массу, поворачиваем в зажигание, пошло питание При необходимости можно включить плафон для освещения, принятия пищи или что-то написать, посмотреть Блок предохранителей вынесен у нас прямо на виду, поэтому удобно, все здесь переключается Дополнительный включатель, включение вентилятора, который горит, когда он включен Для того, чтобы знать, что он у тебя работает Хэла, аварийные остановки Габариты, свет Остальное, все как на обычной машине на Chevy Nive Повороты, ближний, дальний свет Вот, включается И трехступенчатый переключатель оборотов отопителя И плюс цвет наружной верхней фары То есть такая минимальная Единственное, что долго была проблема, куда поставить бачок водяной расширительный, чтобы он тепле был Но пришли к такой комплектации, что он у нас получился в салоне Ну зато удобно, просто и надежно Переключение передач у нас находится слева Потому что по компоновке так удобнее И полностью включение идет Ну, в общем-то, чуть-чуть непривычно А потом привыкаешь, как у нас ездит на праворульках Пониженная, повышенная передача Вообще удобно находится Рычаг переключения между ног На себя пониженная От себя повышенная И блокировка Педали газа, как обычно Газ, тормоз, сцепление Сделано все индивидуально Для комфортабельности В зависимости от водителя Сиденье передвигается вперед-назад Видите, да? То есть достаточно большое Вот переднее сиденье Вот Тем не менее В автомобиле присутствует Отопитель Уздуховоды стоят Как мы видим Сегодня дует стеклоочиститель С омывателями лобового стекла А для того, чтобы в автомобиле было темпло и комфортно Автомобиль имеет Тепло-шумоизоляцию Которая каширована снизу То есть внутри получается Такой, в общем-то Неплохой, презентабельный вид Данного автомобиля Конечно, видно трубы Так как автомобиль Каркасно-трубчатый Мы трубы эти не скрывали И они даже создают Какой-то шарм Интерьер Вот эти вот трубы Которые вот сегодня Мы видим здесь внутри А какая высота? То есть Какому человеку Высокому здесь будет комфортно сидеть? Ну вот я сегодня Сижу здесь Маленько нестандартный Вот С учетом шапки Если я шапку сниму Вот А с учетом того Что у каждого Разное соотношение Между ногами И вот То Двух метров Здесь человек свободный Может поместиться Если длинные ноги То есть возможность Откатиться назад А чем дальше назад Подкатывается Тем у нас потолок Становится еще выше Видите? Здесь по крайней мере Под наклоном Скажите Как вы боролись С самой главной проблемой Нивы С достаточным Отоплением салона? То есть Применяли какую-то Свою печку? Да Ну здесь у нас Можно сказать Печка Так сказать Ну не то что Секрет Но уходу Здесь печка Стоит От кондиционера Только Она работает Не как кондиционер А через Место фреона Через печку Идет горячая вода И трехручажный Переключатель Который Создает Комфортные условия В автомобиле Если бы с вами ездили Да Было достаточно тепло То есть У нас Сегодня На улице Погода Где-то Порядка Минус 17 Градусов И Очень комфортно То есть Нету Дискомфорта От того Что Мы бы Если бы Находились В автомобиле С открытым ветком Не можем Подъехать Но Я так Сделать Нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА